С вами Синаторов. Сегодня мы с вами напишем скрипт, преобразующий XML в CSV. Погнали! Так, вот сам скрипт. Я оставил комментарии на каждой строчке, чтобы было удобно читать. В переменную input кладем наш XML. В нашем случае это data.xml. Фал находится на одном уровне, поэтому просто прописываем вот так вот. На выход пишем, получается, директорию сохранения CSV файла. Если ничего не указано, то это будет корень. Вот наш переменный, куда будет сохраняться CSV файл. Дальше в переменную parse мы создаем новый объект класса XML-to-CSV. И в переменную fails мы с помощью проброса кладем в переменную файл.xml. Вот наш input, сам файл.xml. Давайте посмотрим наш XML файл. Вот он достаточно со сложной структурой, но я успешно его распарсил. Так, идем дальше. К переменную CSV, получается, мы присылаем переменный созданный CSV файл. Вот, и сюда его кладем. Создаем класс XML-to-CSV. И объявляем глобальную область видимости для функции. Это называем функцию parsing. И получается, в аргумент функции передаем XML-source. Далее, это у нас заголовки CSV. Чтобы вам было лучше понимать, давайте сразу же создадим наш CSV-файл. Просто запустим наш скрипт. И вот наш CSV-файл создан. И вот наши заголовки CSV-файла. Так. Вот. ASIN, URL и так далее. Итак, ASIN, здесь, соответственно, начинается все с нулевого индекса, поэтому пишем 0. Далее, передаем ключи сопоставления. ASIN, это входной, получается, массив. И выходной массив формируется уже ниже. Здесь мы с помощью вот этих ключей сопоставляем входной и выходной. Вот. А это всего лишь название столбика. Итак, идем дальше. Здесь мы всю нашу соответственно сформировали входной массив. И создаем объект SimpleXML-элемент, который работает по инструкции модели XML-to-SV. Передаем в него аргумент функции. В переменную XML мы объявляем новый объект класса. SimpleXML-элемент. И передаем аргумент функции. Соответственно, вторым параметром мы отдаем нул. И третьим параметром мы передаем true. Далее, объявляем итерацию с единицей для перехода к следующему элементу. Переменную N присваиваем 1. Создаем цикл для перебора элементов. С помощью конструкции forEach, который очень удобен для, скажем так, перехода элементов массива, мы, получается, как мы видим, первый forEach для ссылки, верхний уровень, второй опирается на него и нужен для его дочек. То есть, нижний уровень, основные данные таблицы. Соответственно, создаем цикл forEach. XML, передаем туда нашу переменную XML, которая хранит из метро-класса. И, соответственно, обращаемся к ChannelItem. Как мы видим в структуре XML-файла, это вот здесь вот находится. Так. Вот наши айтемы. И мы туда бежим. И это все называем как айтем, чтобы было легче обращаться. Заводим новую переменную links.str. И, соответственно, жестко сдаем е-тип данных. String. То есть, строковый тип данных. Здесь есть также все комментарии каждой строки. Соответственно, дальше мы идем от айтема к линку. То есть, мы идем глубже. Здесь мы идем к линку. Вот сюда. Apple и забираем с отцележима link. Дальше мы здесь, соответственно, уже получили то, что нам нужно. И создаем новый цикл, который уже опирается от верхнего и идет глубже. Опираемся от айтема. Бежим к чадрану. То есть, к детям. И, соответственно, amazing. Берем отсюда true. Передаем по вторым параметрам. И, соответственно, здесь products. Идем глубже. Чадран. Amazing. Ну, тут вы изменяете, как вам нужно, естественно, получить. В моем случае нужно было так. Здесь, соответственно, эта строчка означает то, что это тег в XML. Amazing будем называть ее так. True. И, соответственно, его наличие. Так. Дальше. Заводим переменную URL. Темп. С помощью exploit. Это у нас такой, соответственно, делимитер разделитель. Слэш. Соответственно, обращаемся к amazing product. И к вы детям. Это, как мы помним, это наш тег. И, соответственно, наличие тега. И идем дальше в product.url. Так. Следующее, что мы делаем. Это перемена asigan. Жестко задаем тип данных string. Передаем туда переменную url.temp. И 4. То есть парсим последние значения из ссылки. Из вот этой следующей ссылки. Где HTTPS имеет нулевый индекс. Вот. То есть 4. Это индекс. Вот. Идем дальше. Переменную url. Заводим туда тоже опять жестко стринговый тип данных. То есть строка. И передаем туда переменную amazing. Идем глубже в чадрены. Цепляем тег amazing. Смотрим мое наличие. Идем глубже в product.url. Получаем product.url. И так далее. Здесь, в принципе, все одно и то же. Забрали, забрали данные. Забрали. И на выход мы получаем, соответственно, следующий массив данных. Это наши, соответственно, данные. Соответственно, строчки, столбцы. Вот они. Раз, два, три, четыре. Ну и так далее. Вот. И получается следующее. С помощью mbs.s2l функции мы получаем длину строки. Мы ее подсчитываем. И, соответственно, передаем в функцию следующий аргумент. PSR-SIMERY. Вот наш PSR-SIMERY. И, соответственно, вот формирование нашей переменной. Вот она. Передали, сформировали. Получили длину строки. Записали. С помощью интеракции цикла n++ мы переходим к следующему элементу. Соответственно. А здесь задаем первый элемент. И с помощью этого мы переходим. Потом, соответственно, функция должна что-то вернуть. Мы возвращаем в fields. Это наш выходной массив данных. И, соответственно, заводим новую функцию. Функция GENERATE SSV. Перейдем туда в аргумент функции DATA. То есть, нашу переменную DATA. И OUTPUT. Это наш выход. То есть, вот наш вход-выход. Соответственно, идем дальше. В переменную PAV мы формируем название файла. И имя файла, генератор, имя OUTPUT. То есть, тут можно сформировать, как захотите. Можно сформировать динамическое имя, чтобы оно формировалось на лету. Можно сделать статическое, как в моем случае. Дальше переменную заводим SSV. И туда открываем FOPEN. Функция получается открывать на запись. Вот. ПАВ. Перейдем туда ПАВ. И получается это на мод. Но в данном случае это ключ. WRITE. Тут типа на запись. Мы открываем на запись. И записываем. С помощью цикла FOREACH мы пробегаемся по дате. И сурьем туда FIELDS. Это получается наш вот этот FIELDS. И с помощью FPUTS в CSV мы, соответственно, формируем конвертор файла. Первое, это у нас CSV, передаем аргументом. А второе, мы передаем, соответственно, FIELDS. Вот. Это наши айтемы. И с помощью делиметра мы разделяем точку запятой. Соответственно, закрываем CSV на запись. Потому что бы не было утечки памяти. Ну и другой, и всякой ерунды. Вот. Возвращаем потом наш CSV. Ну, в принципе, и все. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так. Удаляем. Смотрим. Создаем заново. Оп. Вот у нас создался наш файлик. Вот так мы красиво его распарсили. И сконвертировали с формата XML в CSV. Ссылки на код я оставлю в описании. Также заходите на мой GitHub. Там много чего интересного. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будет много чего интересного. Всем хорошего вечера. С вами был Сенаторов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.